Сенсор-трекер, о котором пойдет речь сегодня, плагин в браузер, который дает вам возможность заходить на заблогированные сайты. Но кроме того, он показывает, какие сайты находятся в реестре Ари, и в этом смысле плагин уникальный. О реестре Ари вкратце расскажу. Ну и главный его плюс – это простота использования. Поехали, с вами Вололомов и теплица социальных технологий. Второй главный его плюс – то, что он бесплатный. И третий главный его плюс – то, что его сделала Роском Свобода. Собственно, основная проблема подобных плагинов заключается в том, что здесь, в отличие от VPN, трафик отдельно не шифруется, и вопрос доверия к разработчику выходит на первое место. За Роском Свободу я могу ручаться, если не на 100%, то на 99,9% в периоде. А если не доверяете мне, то у плагина открытый исходный код, можете проверить сами, если разбираетесь, конечно, в этом самом коде. Плагин работает в Mozilla Firefox, Google Chrome и браузерах на движке Blink, то есть Chrome совместимых. У меня прекрасно заработал в Vivaldi. Есть в официальном магазине Chrome и Mozilla. Устанавливается, как и любой другой плагин, то есть одной кнопкой. Ну и из любви к пользователю тут еще указано, как запинить значок плагинов в панели браузера. Советую, кстати, запинить. Он выполняет еще и информационную функцию. Итак, плагин установлен, а значит он уже работает. И если мы попытаемся зайти на заблокированный в России рутрекер, то никаких препятствий у нас не возникнет. Ну и понятно, что не возникнет также препятствий с другими заблокированными в России сайтами. Причем значок зверька под названием Quokka поменялся на одноглазого пирата. Quokka, кстати, это семейство кенгуровых, кто не знал, размером чуть больше кошки. И тут нам пишут, что доступ к этому сайту запрещен. Если зайти на незаблокированный сайт, то напишут, что ограничений нет. Quokka улыбается. Прокси в данном случае не используется. Это еще один плюс. Трафик идет через прокси только на заблокированный сайт, что позволяет увеличить скорость соединения для вас и снизить нагрузку на прокси-сервера. Ну и, собственно, уникальная функция CensorTracker. Quokka расскажет вам, какие сайты включены в российский реестр организаторов распространения информации, сокращенно АРИ. Сайты из этого реестра обязаны хранить и, соответственно, сливать все ваши данные и всю переписку госорганам в автоматическом режиме. Ну то есть буквально прямым потоком. К таким относятся, например, ВКонтакте или Авито. Quokka в таком случае становится красным. Ну и теперь можно заглянуть в настройки. Системные уведомления. Настройки прокси. Можно использовать свой и это тоже плюс, ну если вдруг у вас есть. Регион он определяет автоматически, можно установить вручную, если используете программное обеспечение для подмены IP, например VPN. Список проксируемых сайтов. Это полезно, если вдруг сайт, который вам нужен, еще не в списке заблокированных у Роском Свободы, а значит и не в настройках CensorTracker. Ну то есть, если не можете зайти на какой-то сайт, попробуйте добавить его сюда. Игнорируемые сайты. Это наоборот сайты, которые принудительно исключаются из CensorTracker. На сайте плагина сказано, что, например, YouTube может не работать с включенным плагином. Хотя YouTube вроде пока не заблокирован, а значит трафик на него в любом случае не должен идти через CensorTracker. И продвинутые настройки. Тут родительский режим. Скорее для красоты. Не пускает на десяток пропагандистских сайтов типа Вести или НТВ. Для бабушек и дедушек. Детишки, конечно же, найдут, как эту галочку выключить. Да и не пойдут они на сайт НТВ. Аварийный режим — это если вдруг CensorTracker перестал работать, то есть на хвост ему упали охотники или как там они назывались в матрице, есть шанс, что заработает. И обновить локальную базу данных тоже бывает иногда полезно, если не работает. Не буду объяснять при каких условиях. Просто если не работает, сначала обновите локальную базу. Не заработает — включайте аварийный режим. Ну и важная кнопка — пожертвовать. Если есть лишние деньги, закиньте разработчиков. Это реальные борцы за цифровые права и как по мне, так лучше установить бесплатный плагин от проверенных разработчиков, чем платный VPN от неизвестно кого. Но лучше, конечно, иметь и плагин от проверенных разработчиков, и VPN от проверенных разработчиков. Два. Три. На всякий случай. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.